Половина игроков чемпионы мира просто в разные времена Поэтому ничего удивительного По разным, конечно, версиям Хотя даже взять, если один только World Cyber Games Человек 4 выигрывал в СГ Хотя Теда нет Кто там, инфи Все, закончили сразу Ну, Тиаш, наверное, да? Была же победа у Тиаши Флай Было вроде тоже Флай же был разок Чемпионом World Cyber Games Так, вот он Фогич справа Играют на... Из дома В ФСЗ А почему типа про Тиаши я говорю? Мы же с ВФЗ играем Потому что спросили про Тиаши в интервью И... Тиаш последний, кажется, выиграл Все, с богом Undead Echo Isles Учитывая то, что Есть постоянная практика с хэпи И... Под боком у тебя такой Карманный лучший в мире Undead Ну, или, по крайней мере, там топ-2, не знаю, со щеглом Это очень удобно Да, ведь Зашел на стрим Сокола и Пуха Там Сокол втирал, что, мол, на инвестициях можно и нужно зарабатывать На вопрос, сколько он лично заработал Он слился, ибо, естественно, он в минусах Как и 99 остальных инвесторов объяснили, что это лукаво, нужно умом и работой зарабатывать Да, Сокол только и делает, что сидит дома, не работает и пытается нахалявить на инвестициях Я был у него дома, я видел его, как он халтурит Поэтому абсолютно с тобой согласен, нужно браться за ум Тем более у него уже жена есть Заведет еще кота, и все Дом построил Но, кстати, да, рефералочку нужно от Сокола подогнать на инвестиции, чтобы проценты отчисляли Если серьезно, насколько я понимаю, он это делает на небольшие суммы Фофан работает по-прежнему в БАУ, где-то там в немецкой конторе строительной инженером И все у него нормально Все у него нормально Но кота пока нет Так, вжухаем за Фогича По старой доброй традиции Деван Хантер выбегает Когти плюс шесть Неплохое начало Встреча с Декой Вообще вот так просто Ну пропущен один-два удара, пропущен Берн Вы что, это как, это вообще, я не понимаю Можно добиться Я думал, хватит ему с когтями урона Там, видимо, низкий рандомный урон выпал просто и все Да, ДК добил, во-первых, одного Одного троля Скелеты харасят Начинается контроль виспов Ну скелетика одного подрезали Никого не потеряли Немножко подтупили Не доконтраливает сейчас Фогич Не доконтраливает Присоединяется еще парочка скелетов ДК с Аурой Арчи стараются Ай-яй-яй-яй-яй Диспал Хорошее место, я не знал, что там такое есть Там Ёлка, из которой ты не можешь уйти, если правильно стоит скелет Удивительно Он всегда попадает в это место между С любой причем ёлки Он попробовал через верхнюю выйти, попробовал через нижнюю выйти Все равно в одно и то же место попадал За артефактом Прибежал Фогич ДК идет Может успеет добить? Не успеет Хорошо Второй уровень, большая бутылка Отличный артефакт Отличный просто А, ну как он добьет? У него же первого уровня, у него кола нет Даже так мы продолжаем тут добивать агроф Красиво Но рискованно Но в целом ДК-то первый Он здесь был Ничего не нашел, отступил А точка-то хорошая на самом деле Она как бы на нейтральной территории находится И ретаргет только нужно сделать Димке Ретаргет Не сделал Там его тролль по восьмерке каждый выстрел бьет Ну вроде Дима Выживает Это такой тайминговый эксп интересный И разведка шикарная Я не понимаю Ну и удивился Ну это халява реально Фогги не дал Почему он магазин сейчас на обратном пути не закрепил Не понимаю Разведка просто топовая от Фогги Чума Просто топовая Она не такая стандартная на самом деле Но сработала Крепится довольно бодренько Правда потерял время на беготню туда-сюда Может это был байт на бесполезную нагу Но он не очень бесполезен на самом деле Зигурат не отменим Не хватит И земля сейчас пойдет распространяться Персоналочка Блин Что же делать-то Ставить самому Или идти с первыми дрядками пушить, питаться Т3 Не, похоже Он даже скипнет основную часть дряд Он пойдет сразу в медведей Потому что с ними-то по крайней мере можно штурмануть эксп С хорошим таймингом может получиться Но висп еще подходит Я не знаю Фогги вроде и туда, и туда Вроде играет стандарт Вроде собирается ставить эксп При том, что у него с лесом-то не такие Ну, не так все хорошо Тратит весь лес Ставит эксп Ох, это уменьшает шансы на убийство экспанды Стало быть, мы, может, будем играть с андедом один в один Третий ДК, бёрн Один еще не третий Ну, буквально один тролль, и уже будет второй бёрн Отлично Дрей говорит Дрей говорит, Миша, ты явно что-то не так говоришь Смотрел стрим уже несколько часов И схватил 6 сливов подряд в игре Дело явно не во мне Пора делать выводы Схватил 6 сливов подряд в игре Не знаю Во что ты играешь? Начнем с простых вещей Что там у тебя происходит? Неплохо забегает Отменяет шахту Это просто вот ради тайминга Ради минус арча Ай, минус вторая точно будет Мана бёрна соточку Там Дима вообще уйдет? Покажите Диму Дима с бутылкой Нага, 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 Нага У нас стафа нет, что ли? Нагу ползает Молодец Манабон Как же агрессивно играет Фогич Ну у него есть бутылка, конечно Он боится подходить с Нагой Неужели бутылку придется сжать? Не, Реджуф Отлично И разворачиваемся У Фоги Посмотрите, с деньгами 800 голды на руках С лесом проблема Заказывает новых медведей Все, сразу вжух 360 Еще барбу прикупить Возможно даже потратить сейчас на свиток На свиток даже На магазине Подлагивает Китайский стрим У меня теперь Ищи Побежали Фоги пытается перехватить подкрепку и Акалит Пока Но грамотно Акалит стоит Никуда не идет Нага сейчас притащит Видимо А не, она без арбы А куда она ползала тогда, если Если возвращается с пустыми руками Аааа Только сейчас Магазин мы ставим Понятненько Ну подрезал вражеских мурлоков Еще может на лагере наемников подкрепиться Суприм лид Спасибо тебе Что пришел Что болеешь Очень, видите, хочет ВФЗ этого собрать Мага Лич хновый сейчас кинет Не успел Ох А ему вижна не хватило Рэнджа, лечу Хватило бы А вот вижна не хватило То ли из-за елок То ли из-за того, что Ну немножко не доставал И Фогич выбивает себе Кажется, амулет Маны Там на ютубе без модеров Ужас творится Ну Сейчас назначим Надо пермачей пораздавать Я не слежу за чатом ютуба Потому что Ну Мне Ютуб нужен как резервный такой канал Для записи И Остального Ну и там, конечно На мой взгляд Местами менее адекватное Аудитория Потому что на ГГ Она Ну Есть модерирование С И если человек заходит регулярно на ГГ Он, как правило, чаще следит И Больше разбирается Идет дискриминация сейчас Но Еще один показатель, что Есть неадекваты там еще Есть неадекваты Давайте после этой карты Назначим там помощников Чтобы По крайней мере Те товарищи не портили Просмотр другим Да Давайте после этой Выруби ютуба Ну просто Можно, конечно, рубануть Иногда даже так делал Может быть, еще буду так делать Но Но есть же нормальные товарищи Которые смотрят там По объективным причинам Типа Потому что Смарт-тв-приложений у нас нет на ГГ То есть Есть, но на определенной телеке Или, например, Что на ютубе меньше проблем С коннектом Вот И Пусть лучше там смотрят, чем не смотрят вообще И они не должны по-хорошему страдать от неадекватов Неадекваты они такие, что их, как правило, меньше в процентах Но они Шум от них больше Они как Гей Ну, негативно имеется в виду Вот Есть Так, все, стоп, стоп Не будем, не будем Не будем Все, все, тихо Тихо Спокойно Возвращаемся к игре Ну, вот видите Они отняли столько времени Столько внимания Ну, осуждаю, осуждаю Пошли Вот эти вот твичовские Я имею в виду, они не Короче, ладно Вы поняли Вы поняли, о чем я То есть много шума От небольшого количества людей Вот и все Ну, и такого офенсного шума Типа Вы все не очень, а мы молодцы Я не так выразился И отвлекли от игры, блин Тут же Фогич играет А мы о какой-то хрени вообще Рассуждаем Да, СЖВ активисты правильнее Вот это я хотел сказать Так их палками-палками Короче, с одной стороны у Фоги По, вот так вот Если взять слепок ситуации У него все просто прекрасно У него чуть больше лимита Лучше значительно герои Это значит, что он Подрезал нейтральных У противника Он Но ему нужно что-то с этой базой Надо это делать Иначе все равно Все свыдется к сражению Там 80 на 80 Или 100 на 100 А там уже вот эта разница В два левела у героев Особенно если мы говорим о Наге Не так решает Кстати о Нагах Поэтому Фогич, видимо, собирается Выходить в Химер Но Химерница я не видел Но такое количество гиппогрифов Обычно подстраивается уже под Химер Гиппосы клюют Дестройера Очень хорошо Вынужден сразу лечить Сетка-сетка Только через отступление Через кайт Можно с гиппогрифами справиться И тем не менее Они даже в сетке на земле Если достают до Дестройера Склевывают Дестра Лечит второй Ругается китаец на заднем плане Четвертый Димка Хороший размен вроде как, да? Фоги 80 Тут Да, еще минус Дестройер Они же жирные Они же по 5 лимита И сваливает отсюда в ФЗ Хорош Фогич хорош Еще Форхетом добивает Последнего Финда Не, ну это доминирование Сражение было Не Ну не такое нужное Для ВФЗ То есть не было атаки на мейн Не было атаки на экспант У него там не вся армия была Мне кажется, что у Фогича Сейчас две химерницы Вот видите, между базами Там вот два здания Думаю, что химерницы строятся Даже с медведями можно неплохо пробрить Я хочу сгладить просто Но пока Вообще все Все отлично Абсолютно стандартная игра Ну кроме попытки поставить экспант Очень рано Ну и Фоги эту тему прочухал Ой, прям врывается на базу Финдов медведями Ой, хорошо Минус один Первый Вынужден телепортироваться Тут же в ФЗ Для того, чтобы спасти своих юнитов Телепортируется куда? Ой, агрессивно Телепортируется Довольно Агрессивно телепортируется Медведи Красные Мне кажется, надо Фогича отсюда Хотя Съел Дистра Моноберн ДК ДК никакой без маны уже Без телепорта Очень битый Нага пятая Тут герои 3-2 На почти 5-5 Нага тоже страдает первого левела У Андеда Минус Нага Уничтожает Сейчас минус ДК Видимо, это ГГ Прямо здесь ГГ уже все Правда, двойной левелап Из-за смерти медведя Но в целом 70 лимит на 30 Это изи 1-0 Но не надо лагать В ФЗ не сдается Об этом как раз Вчера говорили Что даже Ну, учитывая, что Ставки велики Риск Все сверхмотивированы В ситуациях, когда Уже прям Все уже понятно Люди сражаются до конца И это во многом Приводит иногда К непредсказуемым результатам Не только к увеличению Длительности игры Но и К тому, что противник Совершает там какую-то ошибку Дает шанс Другой цепляется За эту возможность И тут так называемые Качели Но не здесь Ну какие здесь Могут быть качели Тут до свидания Лич Ай Выпивает Ману На последних хитах Лечит Своего лича Но ДК Самый очень битый Нага проходит Форкет Выстрел Форкет Не туда Вокалита Но в целом Можно теперь Учитывая, что у ДК нет маны Забрать того же самого лича Нет Койл Накопил он на Койл Гипсы летают Косяками Им нечем клевать Нага битая став И минус лич Наконец-то Минус лич Димка спокойно Абсолютно у него бутылка Минус нага Нарезает налево Направо вообще Туда-сюда Минус два героя Алтаря еще, кстати, нет Да ведь? Да, алтаря нет Гэгэ 1-0 Ровненько Красиво Нетипичные фоги Без вообще Каких-то там Даже мелких Серьезных ошибок Идеальная разведка На эксп На нестандартное время Но он туда разведывал Скорее всего не эксп А хотел Ну это стандартная точка Для криппинга В тот момент Для деки Ну типа чтобы скелетов Задиспелить И там Заодно проверить Хорош Хорош Уверенная Такая сильная Игра от фогища Классная Так, надо еще На ютубчик И Помощникам Напишите, пожалуйста В чатике на ютубе Кто из гудгеймовцев Активные Адекватные Я пробовал В этом 900 человек На ютубе Пишите свои никнеймы Пожалуйста А то я не ориентируюсь На ютубе По именам Ну как так Ну ё-моё Так, сейчас Спасибо Товарищи Что Что помогаете Сенсаро МК Тут за ваше мнение Банят все в рассыпную Очень адекватный товарищ Банят обычно за оскорбление За нецензурную лексику Стандартные Такие правила общения Правила стандартные Есть менее очевидные Например Что типа О политике Мы обычно не говорим Потому что Как правило Очень быстро Это сводится К какому-нибудь срачу И взаимным Не стоит Их паника Гогич Конечно Может Подслить Совершенно издейших ситуаций Сейчас явно Не тот случай Игра очень хорошо Да Да Очень надежно С точки зрения контроля Помните А были близкие моменты С нагой Помните Когда пришел Там Отдал дверчину Они были отданы Планово Потому что Надо было эту шахту отменить Потом отступление Вовремя отвел нагу Единственное Что можно отнести Каким-то вот таким Недочетом Это довольно Поздний Магаз То есть он был Даже не подстав На Т2 Он был даже Не под арбу На Т3 И когда там Нага куда-то бегала То ли лечиться То ли еще что-то Ее там ждали Она пришла без арбы Потому что Магаз в это время Только строился Вот это было уже Ты тоже согласен Что заклинание В Решево Живым Существенное Иногда вообще Не понимаешь Костанового героя Или нет Нет Не согласен Я согласен Что Во-первых Не все Некоторые Понятны Но самая Большая проблема Не в том Что они выполнены Плохо А в том Что они не похожи На то Что было раньше А у нас Есть Привычка И представление О том Как оно должно Выглядеть Я помню Вчера негодовал Когда герой С крестом Я знаю Что у него был крест Специально умирает И я смотрю В то место Где этот герой Умер И не вижу креста И начинаю Сомневаться А это тот герой А у него точно был крест Не передал он ничего И он воскресает Через какое-то время Там через пару-тройку секунд После негодования Типа где крест Должна быть преемственность То есть если Вы сделали могилку Там серенькую От которой идет Светлый столб Такой Наверх Надо эту тему сохранить Потому что Ну потому что Все смотрят на это Ориентируются на это Если телепорт Главным образом Такой красный цвет Был Иконочка Телепорта Красного цвета В инвентаре Имеется в виду Ну там Цветок желтый Но на фоне Типа огненный Как герой Хочешь похож на героевский Кстати Школу огня То здесь он синий И это прям Ну зачем Зачем Раньше было лучше Старичок Да нет В том-то и дело Что текстур больше Освещение лучше Типа все лучше Но это же рефорж Это должна быть Преемственность Преемственность Чтобы Не только было красиво Но ты понимал Что вот это футмен А вот это ополченец А вот это полетел койл Они непонятно что С телепортом Наверное Самый очевидный То есть у вас есть Предмет Который используют все То есть он по умолчанию Выдается герою Он находится в инвентаре Он находится в левом верхнем углу И он в старой версии Имел красный оттенок Такую красную рамочку Свиток Вокруг которого там И вы берете И делаете его синим Ладно Можно ориентироваться По месту Но когда у тебя Например Идет там Мидгейм Когда телепорт потратил Появились новые предметы Я смотрю вот иногда В инвентарь В правом верхнем углу Вон он телепорт Синенький справа И я не сразу вижу Есть ли телепорт У человека или нет То есть он действительно должен Посмотреть И идентифицировать Что там у него вообще находится Мне кажется Это влияние Вов Или что-то там Да-да-да Абсолютно верно Они очень многие иконки Взяли из Вова Но этим очень подпортили К сожалению Никто из профессиональных игроков Не играет на графике рефорш Потому что непонятно Потому что нужно переучиваться А зачем тебе переучиваться Если работает Хотя изначально иконки Брались из варика Вов Тоже верно Я иногда так включаю Стримчик кого-нибудь Вова И вижу что там Ну где-то Каждая пятая иконка Она из варика такая Класс Там все челленджи увеличивают На ладерные игры Сегодня поиграем в фуфашечку Давно ее не было Но наверное не допоздна Поиграем в фуфашечку После турнира Но закончу пораньше Часов в девять Наверное Потому что Я не хочу Короче мне нужно доделать кое-что Из-за этих дневных трансляций Я не успеваю это сделать Там мы экспант ставим На мурлоках После смерти Акалита Где-то вот Я даже не помню Где Акалит точно умер Ставки растут Да спасибо баскот Да я уже почти Почти готов ладер покатать Четыре арчи в засаде Просветка Типа все спокойно Ай Сейчас увидит нас Да Увидел андет Так а я не вижу экспант Его Что происходит Он же не мог достроиться Выкопаться И уже пройти К К лагерю наемников Видимо это барак был В прошлый раз А не экспант Хорошо Фогич подрезал своего тролля Выбил с антриварда И расставил у врага И О-о-о-о, халявный криппинг Быстро-быстро-быстро-быстро-быстро сюда Цок-цок-цок-цок-цок Поскакали, поскакали Ну он же здесь большим мокром не справится Да, отогнал Ну, да, вряд ли справился бы Хотя со скелетами потихонечку Без строля, без лечения Может быть и получилось бы Т2 готов? Как далеко добежал Огр Да, он собирался доедать это все Подходит Димка, его пытается кружить Вола, говорит, решил получить ключ Это на 3 месяца, напишал 4 года Мне скинул ключ, ключ оказался активированным Хоть бы предупреждал, что ключи Не-не-не, ну это ошибка явно какая-то, Вола Оп Бывает человеческая ошибка Надеюсь, пришлют тебе еще разок Ну ты переправили сначала все профили, что все Сделали нормально Так, подрезает Вот Огр важный очень Book of Death Прямо сейчас Да, Book of Death прямо сейчас езает И начинает Гулей убивать просто Минус одна Гуля Минус вторая Гуля Третья Димка Минус скелет Лич подходит Это хуже уже Арчи хайдится Еще минус скелет Новая Ай-яй-яй-яй-яй-яй Минус Арча Просветкой сейчас будет много Арчи Минус Навалить надо отсюда, видимо Хотя ДК, ДК, ДК Ай, Нова Красиво Как же в ФЗ А минус ДК А почему он вернулся? Фогич прекрасно нажал телепорт в самый последний момент Уже после того, как Нова получил, но не умер при этом Но при этом ДК отдался Вроде как он там отзонился Он далеко был И никто ему уже не угрожал А потом, видимо, он В попытке В попытке убить Димку Тоже ему приказали атаковать И он побежал вперед Но в результате все очень хорошо для Фогича получилось Он, во-первых, забрал артефакту противника Да, там потерял одну или две Арчи Но убил как минимум две Гули Подрезал большую часть из оставшихся нейтралов И убил ДК Потерял телепорт, но это ладно Ой, Арча, 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 Арча на криппинге А, это не Арча Это скелет Блин, как же у меня эта графика Я не могу отличить скелета от Арчи Класс Так, магазин Такой же поздний, как в прошлый раз Надо ставить базу, видимо Преимущество очевидно ДТ-3 дожили Ох, и Димка еще здесь Добей Ну добей Ну Мурлока добей Ну чего ты Мурлока не добил Отличный Берн ДК все равно до него сложно было добраться Арча тоже скелет где-то внутри Но они похожи на самом деле по конституции С определенными поправками Димка продолжает харасить Нага качается отдельно Что там за артефакт? Ой, Моноберн классный на 100 Так Предмет очень плохой выпал Это Агила Даже Димке не особо нужна У Фогича 50 лимита чистенького Просто Т-3 шикарно Почему не пошел экспант крепить сразу? Может быть хочет под это самое Под крипджек на красных точках У него же там Да, ой, грамотно Благодаря разведочке он прям правильно сейчас действия предпринимает Он идет ловить противника на криппинге Это, кажется, не успеет Но ДК крайний бит Барабаны выбил себе ДК Лучший артефакт Ну или пайпа, наверное Или барабаны Наверное, пайпа все-таки лучше Андедом И пошел сразу ставить базу Фогич, молодец Ну, понятно, что чуть дальше бежать от мейна И Андеду ближе бежать Но, с другой стороны, ты можешь его поставить прямо здесь сейчас И тебе не нужно там идти крепить, очищать свой Плюс есть эффект неожиданности все-таки Что Андед сейчас вторую красную точку может забрать И заберет ведь О, не дай бог, сейчас пайпа еще выпадет На карту, кажется Что там у него? Пайпа Нет, или... Пайпа это... Да, это пайпа Две топовые просто ауры выпали Андеда Ну, это не лак Это нельзя называть лаком Потому что... Потому что Фоги мог закрепить По крайней мере, одну из этих красных точек И не было бы вот такого эффекта Или мог крипджекнуть раньше Так что всем, кто сейчас говорит Ой, блин, повезло На самом деле, это ошибка Фоги Он мог для начала Если не уверен, что успеет крипджекнуть Пойти спокойно самому Самостоятельно забрать красную точку Просто Да, все заменяю на каркал просто Теперь можно говорить, что на каркал Да, согласен Худший расклад Вероятность причем этого события Ну, пара процентов Не, ладно, не пара Где-то 4-5 Сколько там? 5-6 артефактов С каждой точки может выпустить 5, наверное И чего там мы тут юнитов по одной растеряли Я не понял, где минус 8 лимитов произошло Успел одну обсидианку убить Мог еще финда попробовать Ну, не мог Он не успевал и того, и другого убить По героям 3-6-3-3-3-3-6-4-2 Тоже не серьезные преимущества пока еще Субимаска у Наги неплохая И артефакт какой? Второй? Не показывают почему-то Да, большой батарелек жизни Кольцо отличное для Дыки Ну-ну-ну-ну-ну Ааа, и там Вижна не было Он за елку уходил Там же никто не летает Соответственно, даже если он совсем близко Для Берна все равно сделать ничего не можешь Чтобы Барак просто так не отдавать Все равно отдал, за Моноберн отдал Барак Опять подлагивает Третий герой Очень хороший лимит в ФЗ Ох, я переживаю, что-то тайминг прекрасный у него сейчас по атаке Мне кажется, он и знает точно по поводу экспанда По крайней мере, по поведению Фогича Фогич еще книгу не прочитал Персональный телепорт на медведя Заходит наверх, тоже красиво Но тут дерево будет отвлекать 60 лимита на 59 Хорошая позиция у ФЗ Прямо сразу оба мы готовы встречать Форкет на одного медведя, кажется Один гиппогриф только клюет Медведь, стафа нет Хотят два стафа, почему не стафанул сразу же? Сетка работает Гиппогрифы законтрели Дима там нарезает, Дима получает четвертый 54 лимит на 55, равные лимиты ДК получает четвертый Ох, плохо Финды абсолютно спокойно стреляют Дима работает по дистроу Еще медведь Минус В ФЗД уже больше Минус 2 бома Медведя спасли стафом Берн, 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 Берн делает по Наге Нага сейчас самое слабое звено Ой, Дестроер, Дестроер Лича бьет, но там Койл Дестроер живет, ну как? Ну тыкни в Дестра Там мисс, кажется Пытается убить Лича Убивает Лича Убивает Лича, хорош Что с Димкой будем делать? Дестра, Дестра, ну Дестра, смотри Ну он, натычка по нему Убил Дестро Большая бутылка есть Большую бутылку выпивает Хорош Блин, отвоевали что ли? Отвоевали Как? Там в определенный момент было минус 10 лимита просто Готов Лича выкупает Больше 4-й Лич Ему придется там 500 голды выложить за него Да, 490 он стоит, видимо Он Де должен продолжать атаку Манаберн Успел Койл кинуть Манаберн всего на 19 Риджув Все еще работает, несмотря на Диспл Дестра И промахнулся Ой, очень хороший момент Продолжает регенерировать здоровье ДК крайний бит Надо инвул делать Медведем перевращаться И, видимо, еще один Риджув делать Ну хотя там можно уже делать став и персоналку назад Они же не на КД, а правильно Финды закапываются в страхе Нага 5-й идет вперед Форкет, форкет, форкет Форкет Месть! Он недоконтролил Минус ДК Став Лечимся И на персоналке возвращаемся 2-0 Минус Лич Да, есть ДГГ Ой, расконтролил Молодец Очень хорошо расконтролил 2-0, ребят 2-0 Да, есть ДГГ Это, форкет